Октябрьский мост самый любимый у череповецких самоубийц. Ежегодно с него прыгает как минимум 10 человек. Все дело в высоте сооружения. Чаще всего, говорят психологи, тот, кто решился на суицид, сначала хорошенько обдумывает свои действия, чтобы наверняка. Так, по всей видимости, случилось и с 29-летним мужчиной, который в минувшую пятницу примерно в 6 вечера перелез через перила Октябрьского моста. Спрыгнул мужчина с самой высокой точки моста, это примерно 18 метров, то есть пятиэтажка. И случайные очевидцы видели, как он еще какое-то время барахтается в воде. Очевидцы случившегося позвонили в ситуационный центр. Оттуда звонки направляют к конкретной службе, например, тем же спасателям на воде. Их прямой номер 051 знают не все. На переадресацию понадобилось несколько минут. Как раз столько нужно было, чтобы спасти человека. От причала спасателей до моста полминуты ходу. Катер всегда на готове. Именно поэтому далеко не всем самоубийцам удается завершить начатое. Случаев очень много у нас происходит. К сожалению, с Октябрьского моста регулярно кто-то прыгает. Могу сказать, что процентов 20 всего заканчивается трагически. В остальных случаях мы оказываем помощь, то есть извлекаем, передаем врачам и люди продолжают жить. Случаев, чтобы человек повторно попытался спрыгнуть с моста, в Череповце не было, говорят специалисты. Ценность жизни уже другая. Чаще всего ее переосмысление происходит как раз весной или осенью, утверждают психологи. Во все времена именно на эти переходные сезоны приходилось самое большое число суицидов. И лидерство тут, конечно, у осени. Пасмурно, дожди, слякоть. Если сил справиться с плохим настроением нет, говорят психологи, не нужно рубить с плеча. Прежде стоит позвонить на телефон доверия. В Череповце их 2, 57, 10, 07. Он круглосуточный. А еще 21, 04, 24. Желательно не оставлять такого человека одного, то есть быть рядом, надоедать, не обращать внимания на когда человек отмахивается, когда человек старается запереться. То есть не нужно оставлять его в одиночестве. Общение – единственное лекарство от нежелания жить, считают специалисты. В этом году на телефон доверия с непреодолимым желанием покончить с собой обратились уже 13 человек. И все они живы. Плохое настроение оказалось временным. И те, кто еще вчера хотели покончить с собой, сегодня увидели в жизни новые краски.